Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским футболом. Мы сосредоточимся на Санкт-Петербургском Зените, который может подписать футболиста-спортинга центрального полузащитника Венделла, очень перспективного бразильца, который считается одним из самых талантливых игроков на своей позиции в португальской лиге. Ну и давайте узнаем, что думают фанаты местные об этом возможном трансфере на сайте inoprosport.ru. Были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Ди Мелита написал. Как вообще можно было согласиться на такое предложение от Зенита? И еще считать это хорошей сделкой. Винделл по-прежнему молод. Он хорошо играет. Он находится не первый год уже в нашем коллективе. Я вообще не понимаю. Спортинг с каждым разом падает все ниже в своих глупых трансферных сделках. Ну что ж, на мой взгляд, действительно это странный переход со стороны спортинга. За 20 миллионов отдавать такого таланта. Но нашему футболу и Зениту от этого только лучше. Пускай упускают таких классных игроков за относительно небольшие суммы. Лукас Коуту написал. У меня нет объяснений такой страсти Зенита к португальскому футболу. Не понимаю, зачем им футболисты из нашей страны. Но это, видимо, намек на те времена, когда Зенит покупал Халка и Вицель, опять же из Португалии. Ундер Дрэгон написал в ответ. А мне понятно, почему Зенит берет футболистов из Португалии. Любой игрок из тройки топовых клубов Паримейры в 10 раз больше готов к европейскому футболу, чем тот, кого берут из Бразилии напрямую. Но это, кстати, действительно так оно и есть. Португалия такой перевалочный пункт для бразильских футболистов. Поэтому многие заинтересованы в покупке игроков из Спортинга, Порту и Винфики. Многие топовые клубы вот недавно купили Телеса из Порту. Других звездных футболистов здесь регулярно покупают. И вот, пожалуйста, еще один игрок может отправиться в другой чемпионат из португальского топ-клуба. Нуну Матуш 200 написал. Зенит платит всего 20 миллионов? Ха, еще одна плохая сделка от нашего президента. Филипп Блэсс написал. Если Вендел уйдет, готовьтесь к вылету во второй дивизион. Ну что ж, приятно, что так высоко оценивают потенциального новичка Зенита. Бураж 13. Купив Вендела, Зенит превратится в донецкий шахтер. Но с той разницей, что у них будут реально хорошие игроки из Бразилии. Ну, кстати, не так много бразильцев сейчас, в общем-то, в Зените. Малкум, Дугласантос, Венделл – это пока что не донецкий шахтер. Чтобы стать шахтой, здесь нужно половину состава нагнать из Бразилии. А это уже наш новый лимит российский не позволит. Юлия Троусел написала. Отлично, лучшего игрока спортинга продаем за 20 миллионов. Отлично. Ну, это, конечно, ирония. Эль Сэма Терсе написал. На самом деле, прекрасная продажа. Венделл талантлив, но очень уж нестабилен. Ну что ж, посмотрим, может быть, в Зените он станет постабильнее. Дэниел, 1998. Надеюсь, с Венделлом не случится история подобной той, что была в Зените у Малкума. Но это, видимо, опять намек на российский скандал вокруг Малкума и того баннера. Барбоса Родриго написал. 20 миллионов. Спортинг снова продает своих игроков за бесценок. Кристина Пина написала. Отправив Венделла в Зенит, Спортинг останется без своего лучшего игрока. Диого Алвиш Биджиджи написал. Венделл здорово играет, но заслуживает предложение из более привлекательного чемпионата, чем российский. Ну, посмотрим, может, он его получит как раз футболистом Зенита, пойдет на повышение, как Паредес из Зенита перешел в ПСЖ. Может быть, и Венделл перейдет. Ляо Досул. Нет сомнений, что Венделл хорош. Но не такой уж он и топовый футболист, как его многие здесь расписывают. Можно продавать. Ну и за комедианты. Последний комментарий. Бедняга Венделл будет страдать от расизма в России. Ну, это традиционный комментарий, куда уж без него. У нас тут повсюду одни только расисты. Вот такое мнение у иностранных болельщиков об этом возможном трансфере. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.